Проведение приемов граждан, дежурство на горячей телефонной линии – это непосредственная обязанность прокурорских работников. Согласно плану, представители органов прокуратуры от районной до генеральной встречаются с гражданами на личном приеме, выслушивают просьбы, жалобы по телефону. Люди поднимают самые различные вопросы, как касающиеся органов прокуратуры, так и относящиеся к компетенции других служб. То, что непосредственно входит в круг наших обязанностей и вытекает из звонков граждан, относится, как правило, к обжалованию незаконных действий органов дознания. То есть люди не согласны с принятым решением об отказе от возбуждения уголовного дела, либо о возбуждении уголовного дела, не согласны с избранной мерой пресечения. В таких случаях, конечно же, мы, выслушав людей, истребуем материалы проверки, либо материалы уголовного дела, и даем оценку законности принятого решения по конкретной жизненной ситуации. Во время приемов и телефонных линий стараются оперативно разрешить проблему, либо после детального изучения обращения в установленные сроки дать ответ гражданину. Отмахнуться от обращения, не входящего в компетенцию органов прокуратуры, мы не вправе. И в любом случае, приняв информацию, мы либо принимаем непосредственное участие в ее реализации, в отстаивании прав и законных интересов граждан, если они нарушены, либо же направляем эту информацию в соответствии с компетенцией, в соответствии с указом президента, тому органу, в обязанности которого входит непосредственно рассмотрение данного обращения. Пользуясь случаем, прокурор Брестской области пообщался с коллективом газеты «Пинский вестник» и рассказал о криминогенной обстановке в области, в целом назвав ее благоприятной. В первом квартале этого года уровень преступности немного повысился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но ситуация достаточно контролируемая. Болевыми точками Иван Носкевич назвал рост преступностей несовершеннолетних, а также увеличение числа преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Недавно вступивший в законную силу новый декрет президента, касающийся усиления борьбы с наркотиками, дает нам очень много новых рычагов и возможностей для того, чтобы повлиять на ситуацию. И я убежден, что рано или поздно мы добьемся того, чтобы количество наркоманов, в первую очередь распространителей наркотиков, не могу сказать, что мы все сведем на нет, но то, что мы отрегулируем это число, я в этом убежден. Иван Данилович, кроме всего, выполнил еще одну приятную миссию. Вручил награду победителя ежегодного творческого конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации деятельности органов прокуратуры Республики Беларусь. Среди награжденных и редакция газеты «Пинский Вестник». Диплом по вариантам 8 творческого конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации деятельности органов прокуратуры директора редактора коммунального и металлянного информационного предприятия редакции газеты «Пинский Вестник» Ольга Васильевна Леонидовича. Спасибо большое. Иван Ильич, спасибо огромное за такую высокую оттенку работы нашего коллектива. Я, конечно, уверена, что это наша общая награда с Пинской режиссерной прокуратурой. Я уверена, что в дальнейшем мы будем очень тесно друг с другом взаимодействовать и продолжим нашу совместную работу по правовым просвещениям. Да, это же общая польза. Для нас польза, а для вас более польза.